В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Четыре детских сада из этих пяти уже готовы и, естественно, с 1 сентября в полную силу будут работать. Председатели СНТ и старосты деревень обсудили актуальные вопросы с представителями профильных служб и организаций муниципалитета. Это можно многие вопросы решить, договориться о приеме, о встрече. В детской школе искусств поселка Развилка состоялся концерт ансамбля песни и пляски центрального округа войск национальной гвардии. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров побывал в правительстве Московской области, где встретился с губернатором региона, чтобы доложить о ходе реализации основных программ по улучшению качества жизни населения в муниципалитете. Какие темы были затронуты, расскажет Юлия Погасьян. Ленинский – один из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов Московской области. Значительное повышение качества жизни отмечают его жители, которых с каждым годом становится все больше. Общаться и слышать людей – вот главный принцип работы главы городского округа Станислава Катарова. Об этом на личной встрече говорил губернатор региона Андрей Воробьев. Вы сразу приедете на рабочую позицию, место. Очень много встречаетесь в разных уголках городского округа с жителями в курсе тех вопросов, проблем, которые задают вам. Очевидно, что и вопросы транспорта, социальной инфраструктуры, качества самих дорог – все это имеет принципиально важное значение. Свои обязанности глава Ленинского городского округа Станислав Катаров исполняет уже около полугода. За это время удалось начать, а в некоторых случаях уже успешно завершить реализацию ряда важных социально-экономических проектов. Среди них дорожная инфраструктура и транспорт. Так, сейчас в активной фазе находится реконструкция Каширского и Володарского шоссе. Уже введен в эксплуатацию съезд с Володарки на Каширку в сторону Москвы. Сейчас в стройке находятся две эстакады дополнительно, которые в 2024 году также будут построены и запущены. Разворотная петля и полностью отреконструированная вот эта часть Каширского шоссе от 0 до 4,4 километра будет введена в строй в 2026 году. Это тоже кардинально изменит ситуацию и увеличит пропускную способность минимум на 30%. В ходе диалога губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил Станислава Катарова еще более тщательно отнестись к теме доступности и комфорта транспортного обслуживания населения. Знаю, что вы лично и встречались с жителями, и ездили на маршрутах. Нужно усиливать группировку. Для этого мы покупаем в этом году 350 больших автобусов по федеральной программе. Дополнительно ищем варианты привлечения транспорта. Очень важно, чтобы у нас особенно в зимнее время, потому что всегда есть препятствия зимой, это снег, как известно. У нас транспортное сообщение работало ритмично. Поэтому решение ситуации с транспортной доступностью для Станислава Катарова было задачей номер один. Так, в первые месяцы после вступления в должность главе муниципалитета удалось при поддержке губернатора Андрея Воробьева для Ленинского округа получить несколько десятков новых автобусов и увеличить штат водителей. Конечно же, ожидаем еще дополнительных поставок автобусных средств, чтобы полностью закрыть ту потребность, которая на сегодняшний день в Ленинском есть. Но, как результат, могу сказать, количество обращений с 400 до 90 до 100 упало уже. То есть, уже основной накал, основную проблематику мы сняли. Есть еще над чем работать, и мы тоже будем этим продолжать заниматься. Еще одна важная тема – социальная политика. В этом году в муниципалитете готовятся к сдаче пять школ. Строительство одной из них на 1550 мест в жилом комплексе «Южная Бица» проходит в рамках государственной программы. Готовность – более 65%. Ожидается, что 1 сентября она распахнет двери для учеников. В госпрограмме следующая школа у нас в Сахарного вводится в 2025 году. Но коллеги идут с опережением. И я думаю, что тоже к концу этого года уже покажут ввод этой школы. И дети смогут тоже чуть раньше пойти в школу. Что касается всех пяти школ, которые вводятся в этом году, это в том числе школа, которая строится по инвесторам обязательствам со стройщиками, более 5,5 тысяч мест в этом году будет введено дополнительно. Такое же количество в этом году муниципалитет приобретет и новых детских садов. Все пять дошкольных учреждений на более чем 2,5 тысячи мест строятся в рамках инвестиционных проектов. Четыре детских сада из этих пяти уже готовы. И, естественно, с 1 сентября в полную силу будут работать. Здравоохранение – тоже актуальная тема. План строительства больницы-поликлиник расписан вплоть до 2030 года. В эксплуатацию планируется ввести порядка 12 учреждений. Такой масштабный и долгосрочный проект, чтобы, наконец, закрыть вопрос с нехваткой медицинских учреждений, что, безусловно, беспокоит местных жителей. Если говорить о первой такой поликлинике, которая сейчас строится и самая первая будет введена, это, конечно же, поликлиника в пригороде лесном, в котором мы с губернатором вместе посещали не так давно весной. Это поликлиника на тысячу мест, на тысячу посещений в смену, 500 взрослых, 500 детских, и к концу года она будет уже в полной готовности. Ленинский городской округ – территория зеленая. Здесь немало парков, скверов, богат муниципалитеты с старинными усадьбами, красиво и зелено и во дворах. Безусловно, это заслуга местной власти и активных жителей. Один из больших амбициозных проектов, который также поддержал Андрей Юрьевич, это на сегодняшний день, это Корбовский лесопарк, площадью более 1200 гектар, в котором также будут и велодорожки, и места, где можно будет заниматься спортом, и входные группы красивые. Ну и, конечно, это соединит большое количество наших застроек между собой, и можно будет прямо через парк, через лес проехать либо на велосипеде, либо добраться на самокате, не выходя на трассу. В завершении встречи Андрей Воробьев поблагодарил Станислава Катарова за эффективную работу и пожелал успехов, отметив, насколько важно продолжать вести открытый диалог с жителями. Юлия Погосян, Екатерина Давлятова, ВиднетВ. В Ленинском городском округе регулярно проходят встречи с председателями СНТ и старостами деревень для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с постановкой объектов недвижимости на кадастровый учет, оформлением документов, обеспечением мер пожарной безопасности. В этот раз она состоялась в историко-культурном центре города Видное. На семинаре присутствовали представители сельских населенных пунктов, а также садовых и дачных некоммерческих товарищей с Ленинского округа. Обсуждали популярные вопросы. Социальная газификация СНТ, платы за электричество по сельскому тарифу, вывоз мусора. Отдельно обсудили тему земель общего пользования. Налоговая взимает за эти земли налог и начисляет проценты, если ты не плачешь вовремя. И при этом всем Росреестр отказывается регистрировать. На наши ТСН эти земли. О реализации проекта по вовлечению в налоговый оборот объектов рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков. Правообладателю необходимо обратиться в любой офис МФЦ с соответствующим заявлением и приложить правоустанавливающие документы, чтобы поставить недвижимость на кадастровый учет. Это наша обязанность, обязанность муниципалитета, органов госвласти, найти собственника и внести. У собственника нет обязанности идти и все какие-то либо средневносить. Это желание, наше пользу. Это дает дополнительные налоговые поступления в местные бюджеты, которые в свою очередь расходуются на развитие социальной инфраструктуры для граждан. Кроме того, собственник становится полноправным правообладателем с несенными сведениями, координатами и зарегистрированными правами. Также приготовляется межевой план кадастровым инженером. Вносятся характерные точки вашего земельного участка, и они потом отражаются на публичной кадастровой карте. И вы уже, заходя на публичную кадастровую карту, прекрасно видите ваше участие, где он находится, какие точки ваше строение. Соответственно, они у вас подсвечиваются таким розовеньким цветом. Юрий Зубков, председатель правления СНТ Дубок, уже обращался с вопросом в администрацию. Его взяли в разработку. Но лучше, считает мужчина, прийти и узнать ответ лично. Тут, в общем-то, можно многие вопросы решить, договориться о приеме, о встрече. В частности, сколько раз было с пожарниками, в МЧС встречались с администрацией. Участковые приезжали, помогали вопросы решать. Также в семинаре приняли участие сотрудники МЧС и полиции. Олеся Мордвинова, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Глава Ленинского округа Станислав Катаров посетил микрорайон «Зеленая аллея». Куда его пригласили сами жители. Людей волнует вопрос. Застройщик самовольно решил изменить план и вместо парка создать парковку. Удалось ли решить задачу и что в конечном итоге ожидает горожан, расскажет Инга Инчук. В микрорайоне «Зеленая аллея» прошла встреча главы Ленинского округа Станислава Катарова с местными жителями. Люди утверждают, застройщик отошел от изначального плана благоустройства жилого комплекса, в который входило создание сквера. Вместо этого приступил к строительству на этой территории парковки, не указанной в схеме. Они делают примыкание к данному бульвару и построили компенсирующую парковку на 20 машиномест. Жители жилого комплекса «Зеленая аллея» создали инициативный проект благоустройства территории, который сохраняет план застройщика, но при этом учитывает пожелания жителей. Среди них детская площадка, пространство для занятий спортом, а вместо парковки – тротуар. Эта концепция продумывает, чтобы движение шло такое практически бесшовное, один переход дороги, безопасный. Переходное полотно перемещается, а от дорожного полотна у нас получается и безопасность, и комфорт, и, соответственно, у жителей тоже комфортное перемещение. Глава муниципалитета одобрил проект жителей с небольшими поправками, увеличив пространство для активного отдыха, включив в него футбольную и баскетбольную площадки и тренажеры. «В целом я готов эту историю поддержать. Единственный момент, который я вижу, и то, что мы с коллегами обсуждали. Вот здесь площадка для занятий спортом, воркаутом, она очень маленькая. Предлагаем сделать универсальное такое, объединенное. Андрей Владимирович, я смотрел, что земля влезает, но если только мы их ставим вот таким образом». Жительница микрорайона «Зеленая аллея» Екатерина Старовойтова обратилась к главе округа с просьбой сделать единое пространство с пешеходными дорожками. «Мне постоянно приходится переходить дорогу, чтобы пройти с одного места в другое. Поэтому нам, конечно же, хотелось бы, чтобы это было единой территорией». Глава муниципалитета одобрил создание единого пешеходного пространства с учетом троп, которые уже проложили жители. Так дороги сохранят привычную для людей комфортную схему движения. Станислав Катеров дал распоряжение своему заместителю Андрею Алюкову начать работу по благоустройству пешеходной территории. «Диагональные вот эти вот все дорожки, чтобы кто по тропинкам ходит, я предлагаю их только не так геометрически, может быть, правильно сделать, а посмотреть и постараться их геометрически совместить с натоптанными. Я предлагаю, Андрей Леонидович, все-таки это вот с учетом сделать, потому что, как люди привыкли, пойдут вот там, где удобно. Поэтому я предлагаю делать сразу, как удобно и все». Жители отметили эффективность таких встреч. «Отстоять какую-то идею интересную, которая, в принципе, будет устраивать большинство, не составляет труда. Только совместно мы можем принять какое-то решение, которое строит абсолютно все». Встречи главы Ленинского городского округа с жителями позволяют оперативно решать вопросы граждан, а главное – способствуют улучшению городского пространства. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Реконструкция дорог и организация движений в северной промзоне города Видное – такое стала главная тема, которую обсудили на очередном бизнес-завтраке. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров провел встречу с предпринимателями в формате круглого стола. Подробности у Екатерины Коваленко. Уже во второй раз глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встречается на бизнес-завтраке с руководителями компаний, работающих в северной промышленной зоне города Видное. Главной темой разговора, который прошел в преддверии Дня предпринимателя, стал проект полной реорганизации дорожного движения на этой территории. Масштабные работы коснутся четырех дорог общей площадью 36 тысяч квадратных метров. Будут реконструированы два железнодорожных переезда. Данные проекты будут предусматривать расширение автомобильной дороги для передвижения большегрузов. Это устройство парковочного пространства, установка дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов, обязательно обустройство остановочных павильонов. Кроме того, на всем протяжении дорог установят освещение. Словом, все для безопасного передвижения пешеходов и, конечно, грамотного трафика фур. Начало работ запланировано уже на этот летний сезон. Вы запланируете работы по ливневке. Значит, на меня нужны служебки и, соответственно, доведение лимитов вам, чтобы вы ливневку уже в этом году смогли создать. Дальше мы пока определяемся с ответственными, кто готов участвовать. Находим дополнительное финансирование. И я уверен, что за следующий год мы полностью асфальт проложим. А в этом году должны успеть еще коммуникации под столбы заложить. Резиденты Северной промзоны активно высказывали свои пожелания и возможные пути решения транспортных болевых точек, с которыми они ежедневно сталкиваются. В основном это касается неправильно припаркованных большегрузов, что сильно затрудняет движение. Общая стоимость проекта около 200 миллионов рублей. Для его скорейшей реализации комфортного передвижения по Северной промзоне с предпринимателями достигнута договоренность совместного финансирования. Для того, чтобы принять такое решение, необходимы установочные данные, которые позволят нам определить, чтобы мы могли хотя бы задать вопрос своим акционерам. Это 10 миллионов, 15 миллионов, 5 миллионов. Основную часть работ планируется завершить в следующем году. Екатерина Коваленко, Алексей Астафуров, Гульнар Абалаева, Видное ТВ. В августе прошлого года рядом с Видновским перинатальным центром появился небольшой вишневый сад. Таким образом, один из жителей Виднова решил выразить благодарность врачам. И вот теперь будущие мамы могут любоваться первым цветом молоденьких деревьев. У семьи Ваниных в Видновском перинатальном центре появились на свет двое детей – сын Мирон и дочь Анна. Счастливый папа Алексей Ванин закупил саженцы, позвал друзей, коллег и работа закипела. Кстати, идея высадить здесь небольшой вишневый сад принадлежит маме Людмиле. Смотрю, такая чудесная поляна. Думаю, как же было бы классно здесь усилить красоту, усилить энергию. Ну вот, да, что здесь детский перинатальный центр. Рождаются детки. И сюда же посадить плодовые деревья. И цветущий, чтобы был запах. Ведь беременные ходят. Да, и всем настроение бы улучшалось. С приходом весны уже стало ясно, что все деревца прижились. Вишенки еще молоды, но уже способны порадовать окружающих своими цветами. Специалисты перинатального центра отмечают положительное влияние окружающей обстановки на настроение и здоровье будущих мам. Когда перинатальный центр окружает такая прекрасная буйная природа, как зеленая трава, желтые одуванчики, прекрасные цветущие вишни, это вообще создает прекрасное настроение и психологический настрой на правильные, мягкие, хорошие роды. Детская дискотека в Видновском центральном парке пользуется большой популярностью у самых юных жителей. Сотрудники учреждения организовывают зажигательную танцевальную программу с участием любимых персонажей из популярных мультфильмов. Долгожданная теплая весенняя погода стала прекрасным подарком для посетителей парка. Особенно солнечно было на летней эстраде, которая каждое пятничное утро превращается в танцпол для малышей. Оценили танцевальную программу родители, бабушки, дедушки, малышей. Ведь это прекрасная возможность весело провести время на свежем воздухе. Сегодня мы пришли в парк, сегодня пятница. Каждую пятницу здесь проходит детская дискотека. Мы специально приходим с девочкой четырех лет, с удовольствием танцуем, отдыхаем. Такой милый тигренок. То лисенок приходит, то тигренок. Нам очень нравится. Ребенок довольный, ребенок счастливый. Нравится, танцует, поет. Молодцы, очень здорово. Помимо танцев в парке регулярно проходят мастер-классы, конкурсы, викторины для детей разного возраста. Следите за расписанием мероприятий в социальных сетях и на сайте учреждения. В детской школе искусств в поселке Развилка состоялся концерт ансамбля песни и пляски Центрального округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Артисты вдохновенно и патриотично исполняли песни о нашей родине. Более подробно расскажет Юлия Стаферова. Ансамбль Центрального округа Росгвардии выступает в лучших традициях военно-музыкального творчества и хореографии. В его составе талантливые артисты, многие из которых лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Коллектив много гастролирует по регионам России. Не обошлись стороной и Ленинский городской округ. Ансамбль посетил детскую школу искусств поселка Развилка. Я считаю, что эти песни должны не только вспоминаться в празднике, а петься каждый день. И все дети нынешнего поколения должны знать музыку Великой Отечественной войны. И, конечно, вот такие концерты очень развивают детей, очень воспитывают у них патриотизм и любовь к родине. Профессиональный коллектив сформирован еще 1 октября 1996 года. Под руководством заслуженного артиста России подполковник Александр Мещерякова. Творческая активность, молодость, целеустремленность и энергия исполнителей дает хорошие результаты. У коллектива огромная программа. И военные песни, и патриотические, и русские народные, и классика, и эстрада. Мы работаем во всех жанрах, какие в принципе существуют. Исполнение любимых песен в сопровождении зажигательных танцев никого не оставили равнодушными. Зал аплодировал стоя. На глазах были заметны слезы. Прекрасно. Они молодцы. Поют, голоса великолепные. Танцуют. Вообще ребята очень нравятся. В концертном зале детской школы искусств поселка Развилка выступали разные коллективы. Среди них ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты из московской филармонии. Юлия Астафёрова, Алексей Астафуров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин